В прошлый раз мы с вами познакомились с двумя характеристиками состояния систем термодинамических. Это температура, абсолютная температура и абсолютная энтропия. Я напомню, что основной идеей было равенство площадей. Во-первых, у вас есть такие два уравнения, которые отвечают разным процессам. Это процесс изотермический, когда у вас температура фиксирована, система находится в термостате. И это определяет разные изотермические, вам определяют разные температуры. Ну а второй процесс идет в теплоизолированной системе. И вот семейство вот этих адиабат, оно определяет разные значения энтропии. Вот эти разные константы у вас отвечают разным значениям энтропии. Значит, это здесь определение температуры, здесь определение энтропии. Ну и каждой точке на ПВ плоскости, как мы выяснили, отвечает одна единственная точка на ТС плоскости. Это означает, что эти плоскости, эти две плоскости эквивалентны. Ну и требование полной эквивалентности вам определяет как раз абсолютную температуру энтропию. Это требование сводится к тому, что якобиан преобразования от одной пары переменных к другой должен быть равен единице. Вот это основное тождество термодинамическое, которым мы будем часто пользоваться. Теперь я напомню, что газы, которые подчиняются вот такому уравнению изотермы, изотермы такому уравнению, носят название идеальный газ. А газы, которые подчиняются вот такому виду одиабаты, тоже носят специальное название. Эти газы называются совершенными. Но, правда, при этом есть одно требование. При этом требуется, чтобы гамма была константа. Чтобы гамма была константа. Если газ является совершенным, то легко показать, что он обязательно будет еще и идеальным. Обратное, вообще говоря, несправедливо, потому что идеальный газ может иметь константу гамма, зависящую от температуры. И это уже не будет газ совершенный. Хотя он по-прежнему будет идеальный. Так. Ну и дальше мы выяснили, с помощью вот этого соотношения, мы нашли общий вид температуры и энтропии, как функции ПВ и ПВ в степени гамма. Значит, мы выяснили, что у нас уравнение состояния имеет вид такой. ПВ равняется А умножить на Т. А энтропия имеет вид такой. Так, я прошу прощения. Т-минус тета, где тета некоторая начальная температура. А энтропия С. Есть некоторая начальная энтропия С0 плюс А поделить на гамма без единицы. логарифм П на В в степени гамма поделить на некоторые П0, В0 в степени гамма. Ну, это можно переписать в других переменных, например, в переменных Т и В. Если воспользоваться вот этим уравнением, то это можно переписать, как это есть С0 плюс А поделить на гамма без единицы. Логарифм, а здесь будет стоять Т минус тета на В в степени гамма без единицы. Ну, и поделить, соответственно, на те же нормировочные. Тета 0 минус тета на В0 в степени гамма без единицы. То есть нормировка каждый раз подбирается так, чтобы, когда температуры и объемы совпадали, то энтропия была бы равна некоторой начальной величине. Ну, или это еще можно переписать, как С0 плюс А поделить на гамма без единицы. Логарифм. Так, а тут будет стоять следующее. Здесь будет стоять Т минус тета в степени гамма. А здесь стоит давление П в степени единицы минус гамма. Ну, и в знаменателе тоже Т0 минус тета в степени гамма на П0 в степени единицы минус гамма. Ну, вот есть такие разные виды представления энтропии через разные пары переменных. ТП, ТВ, ПВ. Можно ее выражать различным способом. Теперь дальше. Чему равна константа А? Константа А выяснялась в следующем. Следующее выяснилось, что... Ну, определить ее можно было только экспериментально, эту константу. И было выяснено, что если вы имеете дело с одним молем газа, то для любого газа, если у вас имеется в количестве один моль, то для любого газа эта величина А одинакова. Эта величина А одинакова. И эта величина равна, если температуру мерить в градусах Кельвина, то она равна некоторой константе R на T минус тета, если тета мерится в градусах. Эта константа, она оказалась всего лишь равна 8,3. Так, а тут единица на моль. Ну, а тут джоуль, если систему Си поделить на градус Кельвина. Поделить на градус Кельвина. 8,3. Так, ну, если у вас несколько молей, то выясняется, что здесь просто вы должны поставить несколько молей. Если у вас имеется, скажем, ν молей, то здесь просто стоит просто ν. То есть тут стоит просто количество вещества, фактически. Количество вещества. Теперь, если... Если температуру мы начнем мерить не в градусах Кельвина, а в джоулях сразу, это наиболее естественная единица для температуры. Потому что, как мы видели, если у вас... Мы получали соотношение, что dE равняется TDS минус PdV, если температуру мерить в градусах Кельвина, то тогда получается, что энтропия должна быть в единицах константы Больцмана. То есть, если t градусы Кельвина, то в этом случае s у вас мерится в единицах константы Больцмана. Что, в общем, конечно, странно. Что бы такая константа была мировой константой? Она же зависит от того, какой градус вы выберете, эта константа. Ну, поэтому ясно, что эта величина не абсолютна. Вот. Но если же вы будете мерить температуру сразу в джоулях, то тогда s, очевидно, безразмерна. Ну, и это становится еще более загадочным. Что это за такая характеристика, которая, во-первых, безразмерна, а во-вторых, как мы увидим, она пропорциональна числу частиц. Так вот, значит, если мы температуру начнем мерить в джоулях, то тогда вместо r мы должны подставить величину r, деленная на константу Больцмана. Деленная на константу Больцмана. И если вы подставите значение константы Больцмана 1,38 на 10 минус 23 джоуль на градус, то вы получите здесь величину, которая есть число Аввагадра. То здесь получается число Аввагадра. То есть константа вот эта r, малярная константа, она равна числу Аввагадра n0 умножить на константу Больцмана. Ну тогда естественно, что тогда константа Больцмана температура вам дает энергию, и тогда здесь размерность все нормально. Для одного моля это константа Больцмана. Если у вас есть несколько молей, то тогда здесь стоит просто полное число частиц. Поэтому в общем виде, в естественных единицах, когда температура меряется в энергетических единицах, скажем, если в системе Си, то в джоулях, то тогда наше уравнение переписывается в таком виде. ПВ равняется n на t минус θ. Где n это полное просто число частиц в системе, в газе. Полное число частиц в газе. Для одного моля там это будет число Аввагадра. Ну а дальше, если температура меряется в градусах, то здесь надо будет ставить постоянную Больцмана. Ну и тогда мы приходим снова к этому выражению, к малярной константе. Так вот, теперь, если у нас здесь стоит выражение пропорциональное число частиц, то тогда видно, что тогда вот эта константа А тоже есть просто число частиц. То есть вот эта константа А равна просто числу частиц. Числу частиц в газе. Ну и тогда видно, что тогда энтропия есть величина пропорциональное количество вещества. То есть, если вы разделите систему на две части То тогда у вас полная энтропия всей системы будет равна сумме энтропий под систем Потому что в одной системе n1 частиц, в другой n2 Складываете, получаете полное число частиц n То есть, энтропия – аддитивная функция, пропорциональная количеству вещества Ну, такими же аддитивными функциями являются энергия, объем Что еще? Ну, я хочу напомнить, что мы всегда работаем при постоянной плотности Такие величины, пропорциональные количеству вещества, носят название «экстенсивные» Значит, это энергия, объем в данном случае Ну, естественно, число частиц Да, и энтропия Вот существенно Все эти величины, кроме числа частиц, они размерные Ну, число частиц, естественно, безразмерная величина И энтропия тоже величина безразмерная В наших единицах Теперь, другие величины, которые непропорциональны числу частиц Такие как температура, давление Носят название интенсивных Температура, давление П Ну, и еще химический потенциал, с которым мы потом еще будем иметь дело Так вот В равновесии, условия равновесия, как мы увидим Они требуют, чтобы вот эти интенсивные величины были константами во всей системе То есть термодинамическое равновесие, полное тепловое равновесие Отвечает тому, что температура во всей системе должна быть постоянная Одинаково везде Давление везде одинаково Ну, и химический потенциал тоже должен быть одинаков Как мы это дальше увидим Так, теперь Что еще мы выяснили? Мы выяснили, что у нас энергия Есть функция двух переменных И что ее изменение полное То есть ДЕ это полный дифференциал Выражается вот таким образом ТДС минус ПДВ Если у вас система теплоизолирована То вся энергия, механическая работа, которую совершает система Или вы совершаете, она идет в изменении энергии Ну, а тогда, естественно, вот эта величина Есть тепло Подводимое к системе То есть второй способ изменения энергии системы Ну, и поэтому можно написать, что ДЕ равняется Дельта Ку Ну, и я напишу Минус Дельта А Минус Дельта А Минус Дельта А Где Дельта А это изменение Механической работы Совершаемое над системой Или системой А Дельта Ку Это изменение тепла Вот в таком виде Вот в таком виде соотношения Оно имеет совершенно общий характер Это просто закон сохранения энергии Или То, что мы можем написать Что это есть первое начало термодинамики Что если вы не тратите энергии То вы не получите полезную работу Или тепло То есть закон сохранения энергии Буквально В таком виде В таком виде он совершенно общий Вот в таком виде запись Особенно вот эта часть Она справедлива Только если вы Имеете дело с обратимыми процессами С равновесными процессами Когда у вас Процесс идет через там Цепочку равновесных состояний Через цепочку равновесных состояний В общем случае Как мы увидим У вас Дельта Ку Изменение тепла Оно Меньше Или равно Т На ДС До равновесных процессов У вас Выполняется равенство Тогда вы имеете вот это Если процесс неравновесный То он сопровождается Изменением энтропии Дополнительным Энтропия растет Когда система приходит К равновесию И этот процесс Не обязательно сопровождается Выделением тепла Поэтому Вот существует такое равенство Но мы его Еще Обоснуем И получим Попозже Так Теперь Значит Следующее Понятие Которое я хотел бы ввести Это Теплоемкость Что такое теплоемкость Ну теплоемкость Это Изменение Теплоты На Единицу Изменения Температуры То есть Теплоемкость С в общем случае Есть Дельта Ку Деленная На ДТ Дельта Ку Деленная На ДТ Значит Я пишу Дельта Ку Потому что У вас Видите Эта величина Не есть Функция Она зависит От того От процесса Вот это Дельта Ку Это неоднозначное Функция Характеризует Состояние Она зависит От того Каким образом Вы В результате Какого процесса Вы меняете Эту величину Теплоемкость Есть несколько Теплоемкостей Обычно Теплоемкости Работают С теплоемкостями Двух типов Наиболее популярные Это когда Изменение тепла Происходит При фиксированном Объеме При фиксированном Объеме Тогда Вы имеете Теплоемкость ЦВ ЦВ Ну и Если вы Все время Имеете Дело с Процессами Обратимыми То вы Можете Написать Воспользовавшись Тем что В этом Случае У вас Дельта Ку Есть ТДС Вы Можете Написать Что это Есть ТДС По ДТ Но при этом Вы должны Вычислять Производную При фиксированном Объеме Собственно говоря Математики Никогда не пишут Вот этих индексов Просто частная Производная Она автоматически Предполагает Что у вас Вторая переменная Должна быть Постоянная Но поскольку Мы тут все время Будем иметь дело С разными парами Переменных То принято Указывать Какая переменная Константа Какая величина Константа Является В этом процессе Ну и другая Теплоемкость ЦП Есть ТДС По ДТ Которая Вычисляется При постоянном Давлении Когда давление У вас При изменении Теплоты У вас Давление Константа Так Ну а теперь Давайте просто Вычислим Вот эти Теплоемкости У нас Вот все Есть Вот здесь Поэтому Просто Скажем ЦВ Мы пользуемся Вот этим Выражением В константы Дифференцируем По температуре И получаем Следующее Выражение Для теплоемкости Значит Логарифм У вас дает Единица На Т И поэтому Получается Вот такое Интересное Простое Довольно Выражение Что Давайте я Вот это Сотру Что ЦВ Есть Значит Это есть Просто Да Дифференцируем По температуре Единица на Т Получается Что это Равно Н Т Поделить На Гамма Без Единицы Умножить На Т Минус Тета А если Вы хотите Вычислить ЦП То вы Тогда Должны Взять Вот это Выражение И продифференцировать По температуре Его Ну а тогда Очевидно Получается Следующее Выражение Что ЦП Это есть Н Гамма Т Поделить На Гамма Без Единицы А здесь По прежнему Стоит Т Минус Тета Т Минус Тета Ну вот Смотрите У вас Теплоемкости Явно Зависит От Температуры Тета Отношение Оно Явно Зависит От температуры Зависимость Исчезает Только в одном Случа Если Тета Равно Нулю Так вот Измерения Теплоемкости Газов Показали Что действительно Теплоемкость Есть Константа Если вы Меряете В градусах Кельвина Все Теплоемкость Есть Константа Ну правда Если вы Меряете В градусах Кельвина То тут Появляется К И теплоемкость Пропорционально Будет К Но В естественных Единицах У вас Теплоемкость В широком Интервале Температур Есть Величина Постоянная Не завися От температуры И это Прямо Указывает На то Что при Нашем Выборе Абсолютной Температуры Тета Нужно Положить Равным Нулю Тета Нужно Положить Равным Нулю Таким образом У вас Определяется Абсолютный Ноль Температуры Что когда Вот Температура Определена Таким образом Что у вас Для газа Уравнение Состояние Вот такое У вас Она получается Что Начальная Температура Тета Должна быть Обращаться В ноль Но если И сразу И сразу Получаем Что Гамма Есть Ничто Иное Как Отношение ЦП Делить На ЦВ Вот Такое Простое Получилось У нас Выражение Гамма Гамма Процессы Политропические Процессы Политропические Процессы Ну легко Показать Что у вас Для такого Политропического Процесса Общий вид Уравнения Для этого Процесса Он Напоминает Уравнение Адиабаты Он имеет Вид ПВ В степени Там Какой-то Там Н Вообще говоря Не целое число Равняется Константе Ну и Н Величина Показатель Политропы Показатель Политропы Ну в частности Если процесс Идет при Постоянном Давлении П Константа То очевидно Что показатель Политропы Н равен Нулю Тогда Значит Из этого Уравнения Видно Что просто П равна Константа Если процесс Идет при Постоянном Объеме Ну тогда Фактически П равен Н равняется Бесконечности Если объем Постоянный Потому что Тогда У вас Малейшее Изменение Объема Дает Дает Сильное Изменение Этой Величины Тогда Н Стремится К Бесконечности Для Изотермического Процесса Когда В Константа У вас Н Стремится К Н Равно Бесконечности Ну поэтому Видно Что Н Может быть Принимать Любые Значения Может быть Даже Отрицательным Так Хорошо Теперь Значит Мы выяснили Что Вот таким Образом Мы Окончательно Определили Температуру Установили Начало Отчета Температуры Я хочу Обратить Ваше Внимание Что При этом У вас Энтропия Все равно Определена Неоднозначно У вас Есть Еще Некоторая С0 То есть Неопределенность В энтропии Осталась И Эту Неопределенность Мы можем Только Ликвидировать В статистике Когда Мы Найдем Статистическое Получим Статистическое Выражение Для Энтропии Значит Теперь Я хотел Вернуться Вот К нашему Соотношению Вот Этому ДЕ Равно ТДС Минус ПДВ Значит Мы Получили Его Исходя Из 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 Процесса Который Шел В теплоизолированной Системе Сначала ДЕ С константа Ну а теперь Давайте Мы будем Совершать Работу Над системой Которая Находится В термостате Тогда У нее Температура Будет Константа Ну и тогда Мы писали Если мы писали Раньше Что ДЕ При постоянной Энтропии Было Равно Минус П ДВ То Теперь У нас Энергия Не Сохраняется Вы В температуре Температура Константа У вас Обмен Энергии С термостатом Есть Энергия Не Сохраняется Но Спрашивается Существует Какое-то Другое Величина Которая Может Быть Приписано Ее Изменение Как Минус П ДВ Приписать Изменению Другой Величины Которая Взято При Постоянной Температуре Ну в принципе Конечно Можно Вот Ну и тогда Если у вас Есть вот Такое Соотношение То Когда у вас Вы отказываетесь От Постоянства Температуры И разрешаете Температуру И меняться То тогда У вас Полное ДФ Будет Равно Какой-то Константа Бета ДТ Минус П ДВ Ну и опять Точно Так же Как мы Показали Что у вас В том Соотношении Перед ДС Должна Стоять Температура То здесь Тоже Можно И воспользоваться Вот этим Что если Мы хотим Что это Есть Однозначная Функция Состояния Характеризуемая Двумя Переменными Т и В Это есть Функция Двух Переменных Тогда Это Полный Дифференциал И тогда Смешанные Производные Должны Не зависеть От порядка Дифференцирования Ну и опять же Мы можем Взять Что Д2 Ф По Д В ДТ Равно Д2 Ф По ДТ ДВ Ну вот Сначала Вы дифференцируете По температуре Получаете Бета И затем Дифференцируете Бета По объему Значит Получается Что Дбета По ДВ При постоянной Температуре Она будет равна Минус ДП По ДТ При постоянном Объеме Ну и опять же Делая те же самые Преобразования Те же самые Преобразования Что мы Что мы Делали и раньше Значит Смотрите Что мы можем Написать Значит Мы можем Написать Что здесь Стоит Стоит у вас Через Якобианы Д От Бета Т Поделить На Д От Т От В В Т Это первая Вот левая часть Равно Минус Д От П В Поделить На Д От Т В Значит Если вы Если вы Сократите Вот эти Две Величины Вот эти Два Знаменателя То вы Получите Следующее Значит Тут Порядок Другой Значит Знак Минус Уходит И тогда Получается Что Д От Б От Т Поделить На Д От П В Равно Единице Ну и Теперь Сравнивая С основным Тождеством ДТС По ДПВ Равно Единице Ну легко Как мы раньше Показали Легко Увидеть Что Бета В нашем Случае Бета Равна Минус С И тогда Мы получаем Такое Соотношение Что Вот эта Величина Есть Минус С ДТ Минус П ДВ То есть Можно ввести Функцию Состояния В переменных Т и В Переменных Т и В Однозначную Функцию Состояния Переменных Т и В Которая Записывается Таким Образом Эта Функция Ф Носит Название Свободная Энергия Свободная Энергия Ну название Исторически Может добавить Гельмгольца Потому что Оно Принадлежит Ему Введение Введение Такой Величины Теперь спрашивается Вот эта Свободная Энергия Она Как-то Связана С нашей Внутренней Энергией Е С которой Мы раньше Работали Ну на самом деле Действительно Связана И это Преобразование От энергии К свободной Энергии Это Известное Математическое Преобразование Которое Называется Преобразование Лежандра Значит Давайте Давайте Мы Вот В этом Уравнении ДЕ Равное Т ДС Минус П ДВ Оно Выражает Энергию Как функцию Двух переменных Энтропии И объема А мы Хотим Сделать Замену Переменных И вместо Энтропии В качестве Независимой Переменной Взять Температуру Так Чтобы У нас Было Что-то Вот Типа ДТ И ДВ Входило В дифференциал Но тогда Это делается С помощью Простого Преобразования Мы записываем Это Таким Образом Это Есть Д От ТС Минус С На ДТ Эта комбинация Есть просто ТДС Минус П ДВ Теперь Вот это Полный Дифференциал Это Полный Дифференциал Давайте Мы их Объединим Перенесем Это в левую Часть И тогда Получаем Что Д От Е Минус ТС Есть Минус С ДТ Минус П ДВ Ну и Дальше Сравниваю С этим Выражением Прямо Мы видим Что Свободная Энергия Ф Связана С Внутренней Энергией Е Соотношением Е Минус ТС Температура Умножить на Энтропию Вот Такая Величина Значит Е У вас Функция С И В А Свободная Энергия Функция Т И В Поэтому Тут Нужно Сделать Следующее Вы Должны Сначала Выразить Энтропию Через Температуру И Заменить Вот здесь Энтропию Через Температуру Выражение Энтропия Через Температуру Оно Просто Отсюда Следует Что ДЕ По ДС Равняется Т При Постоянном Объеме При Постоянном Объеме Вот 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 Из Энтропия У вас Уже Теперь Вычисляется Через Свободную Энергию С Равно Минус Д Ф По Д Т При Постоянном Объеме При Постоянном Объеме Но в принципе Вы конечно Можете Энергию Написать Как функцию Температуры Объема Просто Так Энергию Написать Е Как функция Т и В Вам Ничего Это Не мешает Написать Энергию Как функцию Т и В Если Раньше У вас Энергия Была Функция Е От С И В То Вы можете Вот опять же С помощью Вот этого Уравнения Выразить Энергию Как функцию Температуры Объема Но Разница Здесь Будет Громадная Потому Что Смотрите Если Вы Вычисляете ДЕ По ДВ При Постоянном Энтропии То Эта Величина Есть Минус Давление А вот Эта Величина ДЕ По ДВ При Постоянной Температуре Вовсе Не равна Давлению Эта Величина Совсем Другая Эта Величина Совсем Другая Ну Чтобы Ее Вычислить Давайте Мы Воспользуемся Вот этим Соотношением И Запишем Что Это Равно Д По ДВ От Ф Плюс ТС Ф Плюс ТС Д По ДВ При Постоянной Температуре Ну Тогда ДФ По ДВ При Постоянной Температуре Будет Минус Давление А Здесь У вас Еще Добавка Возникла Плюс Температура На ДС По ДВ При Постоянной Температуре Ну А ДС По ДВ При Постоянной Температуре Прямо Вот Из Этого Соотношения Если Вспомним Что Бета Равно Минус С То ДС По ДВ Равно ДП По ДТ При Постоянном Объеме И У нас Получается Вот Такое Выражение Это Равно Минус П Плюс Т На ДП По ДТ При Постоянном Объеме Это Вовсе Не давление Есть Добавочка Ну А теперь Смотрите Если Вы возьмете Идеальный Газ У которого ПВ Равняется НТ ПВ Равняется НТ То ДП По ДТ Есть Н Деленное На В Н Деленное На В Ну Если Вы Подставите Сюда Здесь Будет Н Деленное На В НТ Деленное На В НТ Равно ПВ Деленное На В ПВ Деленное На В Будет Просто Плюс П Тут Минус П А тут Плюс П И Поэтому Для Идеального Газа Это Равно Просто Нулю Просто Равно Нулю То есть Энергия Идеального Газа Если Вы Ее Выразите Как Функцию Температуры Она Вообще Не Зависит От Объема Вообще Не Зависит От Объема Но Вид Ее Легко Установить Какой Будет Тогда Как Функция Температуры Если Теплоемкость Константа То Легко Получить Чему Будет Равна Энергия В этом Случае Как Функция Температуры Значит Давайте Сейчас Мы Это Сделаем И Перерыв Устроим Значит Смотрите Что Такое ЦВ Это Есть Т Д С По Д Т При Постоянном Объеме Но Если При Постоянном Объеме Вы Считаете То При Постоянном Объеме Где У нас Энергия Написана Энергия При Постоянном Объеме Т Д С Равно Просто Д Е Тогда Мы Можем Написать Что Это Равняется Д Е По Д Т При Постоянном Объеме Д Е По Д Т Ну И Все Если Мы Знаем Что Энергия Не Зависит От Объема То Тогда Просто Энергия Идеального Газа А ЦВ Константа Есть Просто ЦВ Умножить На Температуру Вот Такое Простое Выражение Для Энергии Идеального Газа Нам Только Осталось Выяснить Чему Равно Вот Это Самое ЦВ Для Идеального Газа Ну Или Чему Равно Гамма Так Ну Давайте Сейчас Устроим Перерыв И После Перерыва Пойдем Дальше Так Значит Вот Мы Получили Что Энергия Как Функция Температуры Выражается Простым Образом Но Если Мы Подставим Что У вас ЦВ Равняет ЦН Деленная На Гамма Без Единицы То Прямо Видно Что Она Действительно От Объема Не Зависит Она Действительно Как Функция Температуры От Объема Не Зависит Так Теперь Еще Одно Замечание Касающееся Вот Этих Самых Соотношений В Этом Уравнении Для Дифференциала Здесь Надо Помнить Что У вас Независимыми Переменными Являются С И В А Температура И Давление Являются Функциями Этих Переменных Точно Так же В Свободной Энергии У Вас Минус С Здесь Энтропия Является Функция Температуры Объема На ДТ Минус П Как функция Температуры И объема На ДВ Вот в этом разница Что у вас Здесь это Независимые Переменные А здесь это Функция Других Другой Независимых Переменных Другой пары Независимых Переменных Так Теперь давайте Рассмотрим Значит мы Вычисляли Работу На Прошлой Лекции Для Разных Процессов Ну и мы Видели Что у вас Эта работа Она Зависит От Того Какой Это Процесс Как он Идет При постоянной Температуре При постоянной Энтропии Или там При постоянном Объеме Или давлении Значит Теперь Давайте Рассмотрим Вот Такие Величины Круговые Процессы Что такое Круговые Процессы Ну круговые Процессы Это процессы Которые На диаграмме ПВ Можно Изобразить Следующим Образом Вот Процесс Начинается В какой-то Точке Дальше Он идет Как-то Вот так Вот так Вот здесь Дальше Здесь Система Возвращается И снова Возвращается В эту Самую Точку Вот Вот тут Есть У вас Объем Минимальный Здесь У вас Система Имела Объем Максимальный Максимальный Так Ну и теперь Если вы Посчитаете Значит Вот В этой Области От этой Точки До Вот По этому Пути У вас Система Совершает Работу Она Расширяется И она Совершает Работу Вот Здесь Здесь У вас Работа А Больше Нуля А в Этой Области У вас Над системой Работа Совершается И Здесь У вас Она Меньше Нуля Ну Если Вы Сосчитаете Площадь Под этой Кривой То Это Будет Очевидно Площадь Вот Этой Самой Вот Этого Самого Кругового Процесса И Это Будет Полная Работа А Которая Есть Интеграл По Замкнутому Контуру П Д В Интеграл По Замкнутому Контуру П Д В Вот Такую Работу Совершает Система Механическую Эту Работу Можно Использовать Теперь Смотрите Но Мы знаем Что у нас Плоскости ТС И ПВ Эквивалентны И Каждой Точке На ТС На ПВ Плоскости Отвечает Каждая Точка На ТС Плоскости Ну как Вы понимаете Процессы Могут быть Разные Это фигура Замкнутая Может быть Любой Формы Но Тем не менее У вас На ТС Диаграмме У вас Этот процесс Тоже Будет Круговым Вот Здесь У вас С Минимальная Вот Здесь У вас С Максимальная Что Происходит Если Вы Посмотрите На Вот Этот На Диаграмму Того же Процесса На этой Плоскости Здесь У вас Смотрите Меняется Температура И энтропия Ну то есть У вас Здесь Тепло В системе Передается Ку Один Вот Точка А Точка Б Точка А Точка Б То есть Ку Один Это Тепло Которое Передается Системе У нее Ку Один Есть Интеграл Т От точки А До точки Б По Вот этому Пути У вас Этот интеграл Зависит От пути Он Зависит От пути Это будет Тепло Которое Передается Системе Теперь Вот здесь У вас Интеграл Идет В другую Сторону Он Отрицателен Это Тепло Ку Два Которое Меньше Нуля Это Тепло Которое Система Отдает Тепло Которое Система Отдает Значит Это Ку Один Ну Поэтому Полное Тепло Ку Это Есть Интеграл Тепло Д Д С По Кругу Это То Тепло Которое Система Куда-то Девала Потому Что Смотрите Вот Столько Она Тепла Получила А вот Столько Она Отдала Спрашивается Куда Девалось Тепло Ну Понятно Куда Вот У вас Работа Совершалась Совершалась Работа Поэтому Тепло Ушло На совершение Работы То есть Вот Это Принцип Работы Любой Тепловой Машины У вас За счет Тепла Вы Получаете Какую-то Механическую Работу Поршень Двигается Паром Колеса У паровоза Крутятся Ну Естественно У вас Эти циклы Можно повторять И получать Работу За счет Тепла Теперь Ну Поскольку У вас Полная Энергия Есть Функция Однозначное Состояние Энергия То Тогда Интеграл От Д Е По Вот Этому Замкнутому Контуру От Энергии Полной Он Очевидно Будет Равен Нулю Потому Что Это Есть Е Там Конечная Минус Е Начальная Е Начальная Но поскольку Вы приходите В ту же самую Точку А Е Функция Однозначная Своих переменных То Е Начальная Е Конечная Совпадают То есть Эта величина Равна Нулю Ну а Интеграл П Д В По Замкнутому Контуру Ну вот Это Вот Получаем То самое Утверждение Что Механическая Работа Которая Была Сделана Вот здесь В системе Она Совпадает С теплом Которое Которое Ну Система Получила Или отдала В результате Этого Процесса То есть Получается Что Q У вас Равно Вот этой Самой Величине Работы Этой Величине Работы Ну площади Вот в этих Кривых Они Одинаковы Это Вот Еще Есть Одно Одно Свойство Эквивалентности Которое Мы имели Ну Тогда Мы Можем Понять Здесь Разбираться Начинать Что Мы Можем Назвать Коэффициентом Полезного Действия Системы Ну Очевидно Что Смотрите Что у вас Здесь происходит Вы затратили Тепло Равное Q1 А в конце Концов Получили Работу Равную А Ну Поэтому Естественно Коэффициент Полезного Действия Обозначу Ее буквой Это Определить Естественно Как А Поделить Вот На эту Величину Q1 На то Что затрачено Полностью А А Это работа Которая Была Получена Вот Это Есть КПД КПД Таким Образом Определяется Ну А поскольку А равно Q То мы Можем Написать Что Эта Величина Равна Q1 Минус Модуль Q2 Поделить На Q1 Но Поскольку Q2 У вас Всегда Отлично От нуля Но Это Означает Что КПД Всегда Меньше Единицы КПД Всегда Меньше Единицы Ну И Уже Отсюда Просматривается Сразу Утверждение Что Раз У вас Такая Ситуация То Вы Никогда Не Можете Все Тепло Превратить В Работу То Сделать Так Чтобы Работа Была Равна Q1 Невозможно Потому Что Видите У вас Всегда При возвращении У вас Тепло Должна Система Отдать И Это Есть Ничто Иное Просто Как Свойство Функции Двух Переменных В данном Случае Теперь Смотрите Вот Из этих Круговых Процессов Их Еще Называют Циклами Циклами Да Ну Здесь Кстати Можно Проинтерпретировать Эту Величину Давайте Еще Одну Как Получается У вас Значит Вот Тут Есть Нагреватель Какой-то Нагреватель Значит Он Сюда Посылает Систему Тепло Q1 Вот Это Ваша Система Вот Этот Скажем Газ Или Пар Водяной Что Хотите А он Потом Отдает Тепло В другую Систему Которую Можно Назвать Холодильником Назвать Холодильником Ну И тогда Значит Этот газ Совершает Вот эту Самую Работу А Которая Есть Q1 Минус Модуль Q2 А А сюда Уходит Q2 Ну Вот Так Работает Тепловая Машина Так Работает Я не знаю Там Паровоз Ну Любая Тепловая Машина Тепловоз Автомобиль Все работает Вот По такому Принципу Дальше Но в принципе Вы можете Обратить Процесс Отсюда Сюда Но тогда Вы должны Все эти Стрелки Все эти Стрелки Поменять Местами Обратить Сюда Сюда Идет Q2 Сюда Идет Q1 Ну И работу Должны Вы сюда Совершить А Равная Q1 Минус Модуль Q2 Вернее Так Вот Здесь Наоборот У вас в эту сторону Идет Значит тут Q2 Минус Модуль Q1 Значит смотрите Вот эта Схема Она обратная Вот эта Это схема Работы Холодильника То есть Вы должны Затратить Работу Механическую Для того Чтобы тепло Отсюда Передать Вот сюда Фактически Это вот Схема Работы Холодильника То есть Без затраты Механической Энергии Вы тепло От Более холодного Тела К менее Холодному Телу Передать не можете Тепло Само Не передается От Менее нагретого Тела К более Нагретому Как мы Увидим Это Закон Общий Ну и Фактически Вот здесь Мы уже Имеем Какую-то Такую Формулировку Формулировку Второго Начала Термодинамики Просто Что вот это Есть иллюстрация Второго Начала Что вы не можете Все тепло Полностью Превратить В механическую Работу Это одно Одна из Формулировок Второго Начала Термодинамики Либо Наоборот Вы не можете Передать Тепло От менее Нагретого Тела К более Нагретому Не меняя Ничего В окружающей Среде Вы должны Затратить Работу Вот без Этой работы Вы тепло Сюда Передать Не можете Вот Есть несколько Формулировок Второго Начала Ну вот Например Одно Из них Так Теперь давайте Рассмотрим Еще один Цикл Который Представляет Интерес Наверное Вы его Где-то Раньше Уже Встречали Это Цикл Корно Цикл Корно Он Состоит Вот Из чего На ПВ Диаграмме Это Значит Вот здесь Изотерма Идет Дальше Отсюда Идет Адиобата И дальше Значит Здесь тоже Идиобата И здесь Изотерма То есть Вот так Вот Из двух Адиобат Из двух Изотерм Адиобаты Идут Круче Поэтому Вот он Имеет Такой Вид На ПВ Диаграмме На ТС Диаграмме Он Выглядит Замечательно Совершенно Он Есть Так Сначала Сначала У вас Идет Изотерма Потом Идет Адиобата Потом Снова Изотерма И снова Адиобата То есть Просто Прямоугольник Такая Простая Картинка Ну и тогда Легко понять Что Ку1 Это есть площадь Под вот этой прямой Прямоугольника Ку1 Равняется Т Какая тут Т1 Да Т1 На С2 Минус С1 Значит Вот это С2 Вот это С1 Здесь Т1 А тут Т2 Т2 Так Ну а соответственно Ку2 Тепла Это вот этот вот Площадь Модуль Ку2 Это есть Т2 Поделить На ту же самую С2 Минус С1 Ну после Чего Получается Сразу Выражение Для Для Коэффициента Полезного Действия Это Которое Есть Ку1 Минус Модуль Ку2 Деленное На Ку1 Это Есть Т1 Минус Т2 Поделить На Т1 Ну откуда Сразу Видно Что Коэффициент Полезного Действия Всегда Меньше Единицы Всегда Меньше Единицы Поскольку У вас Т2 Отлично От нуля Ни в каком Процессе Вы Т2 Довести До нуля Не сможете Теперь Самое Замечательное Свойство Цикла Цикл Корно Я напишу Что это Цикл Корно Цикл Корно Самое Замечательное Свойство Что Этот Цикл Имеет Максимально Возможный Коэффициент Полезного Действия Любой Другой Цикл Будет Иметь Коэффициент Полезного Действия Меньше Чем Вот Этот Если Мы Вот Этот Цикл Обозначим Через Буквы С Что Это Корно Цикл Корно То Тогда Значит Доказательство Это Оно Чисто Геометрическое Очень Простое Давайте Давайте Снова Нарисуем Произвольный Цикл На ТС Плоскости Вот Вот Какой-то Цикл Нарисовали Вот Какой-то Такой Цикл Нарисовали Произвольный Цикл Фигур А здесь Тепло Отличается На площадь Вот Этих Фигур Вот Этих Фигур Ну и Давайте Учтем Значит Обозначим Вот Это Тепло Через Q Маленькое 1 А Тогда Q Большое 1 Это То Тепло Которое Выделяется В цикле Корно Ну и Соответственно Вот Здесь Значит Будет Q 2 И Q 2 Q 2 Это Сумма Вот Этих Площадей Сумма Вот Этих Площадей А Q 1 Сумма Вот Этих Площадей Ну а Тогда Мы Пишем Что Такое Коэффициент Полезного Действия Коэффициент Полезного Действия Это Есть Значит Вот Этого Самого Это Есть Следующее Это Есть Q 1 Минус Q 1 Потому Что Нас Интересует Только Площадь Вот Этой Фигуры Поэтому Мы Должны Из цикла Корно Вот Эту Площадь Вычесть Так И дальше Минус Модуль Q2 Минус Модуль Q2 Значит Поскольку Q2 Оба И большое И маленькое Отрицательны То 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 Мы Можем Сразу Написать Это В таком виде Модуль Суммы Равен Сумме Модулей В этом Случае Так И делится Это Все На что На Q1 Минус Q1 Вот Это Коэффициент Полезного Действия Так Тут Тоже Один Стоит Так Теперь Давайте Мы Выделим Здесь Здесь Коэффициент Полезного Действия Цикла Корно Подставим Q1 Минус Q2 Через Вот этот Самый Через Это С То есть Мы Напишем Что Q1 Минус Модуль Q2 Это Есть Это Корно Умножить На Q1 Тогда Значит Вот это Заменяем Сюда И получаем Следующее Мы Получаем Выражение Которое Выглядит Так Здесь Стоит Это Корно На Q1 Так Ну Минус Q1 Минус Модуль Q2 Так А Еще Ну Все Делить На Q1 Минус Q1 Так Теперь Вот Сделаем Такую Замену Добавим И вычтем Сюда Минус Q1 Это Корно Плюс Q1 Это Корно Тогда Что Получим Значит Вот Мы Объединим Вот этот И вот Этот И разделим На знаменатель Тогда Получим Что это Есть Это Корно Так А что Осталось У нас У нас Осталось Вот этот Член И вот Этот Член Который я Напишу Так Минус Q1 Поделить На Q1 Минус Q1 Умножить На Единица Минус Это Корно Ну и Остался Вот этот Член Минус Модуль Q2 Поделить На Q1 Минус Q1 Все Правильно Да Ну и Что мы Видим Мы видим Что Поскольку Мы знаем Что Это Корно Меньше Единицы Этот Член Положителен Эти Величины Положительны И Эта Величина Положительна Ну Поэтому Видим Что У вас Всегда От Это Корно Отнимается Положительная Величина Это Означает Что Это Выражение У вас Всегда Будет Меньше Чем Это Корно Ну Меньше Или Равно В том Случше Когда Q1 И Q2 Равны Нулю Тогда Получается Равенство Но Когда Q1 И Q2 Равны Нулю То Вы Получаете Цикл Корно Прямо Ну Вот Это Прямо Прямое Доказательство Такое Чисто Геометрическое Что Что У вас Всегда Цикл Корно Имеет Наивысший Коэффициент Полезного Действия Все Остальные Циклы У вас Будут иметь Коэффициент Полезного Действия Который Меньше Чем Тот Который Достигается В цикле Корно Ну И самое Замечательное Еще В том Что У вас Видите Этот коэффициент Зависит Только От Начальной И Конечной Температуры Определяется Конечной Температурой Процесса Чем Меньше Вам Удастся Сделать Конечную Температуру Процессе В этом Тем Больше У вас Коэффициент Получается Единицы Никогда Не Получается Единицы Не Получается Никогда Так Так Теперь Еще Одно Небольшое Замечание Касающееся Вот Преобразования Лежандра Значит Смотрите Так Вот здесь Мы написали Эту Величину Значит Смотрите Как Еще Можно Получить Связь Между Свободной Энергией И И Просто Энергией Внутренней Энергией Значит Мы писали Что F Равняется Е Минус Т С Ну Если У вас Имеется Энергия Как Функция Температуры Если вы Ее Нашли Как Функцию Температуры То Тогда Это Можно Превратить В Дифференциальное Уравнение Е Как Функция Т И В Вообще Говоря Плюс Т А Энтропия Как Функция Температуры Это есть ДФ По ДТ ДФ По ДТ При Постоянном Объеме Ну Таким Образом У вас Получилось Дифференциальное Уравнение На Свободную Энергию Из Которого Вы Можете Найти То есть Это Равно F Вот Это Дифференциальное Уравнение Решая Которое Вы Можете Найти Свободную Энергию Если Вам Известна Энергия Как Функция Температуры Например Вот В таком виде Например В таком виде Сразу Можно Посмотреть Если У вас Известно Что Дает Это Для Нашего Случа Значит Если Е Не Зависит От Температуры То У вас Получается Уравнение Такое ЦВ Умножить На Т ЦВ Не Зависит От Температуры Плюс Т ДФ По ДТ При Постоянном Объеме В Это Равно Ф Это Равно Ф Но Тогда Уравнение Фактически С разделяющимися Переменами Делим На Температуру И мы Получаем Следующее И Умножаем На ДТ Получаем ЦВ На ДТ Плюс Так Так Нет Нет Давайте Будем Не так Это решать Но это Уравнение Первого Порядка С Правой Частью Уравнение Первого Порядка С Правой Частью Поэтому Мы Не Будем Его Поэтому Так И Будем Его Решать Значит Имеем Т ДФ По ДТ Минус Ф Равняется Минус ЦВ На Т Значит Как решается Уравнение Такого Сорта Вы сначала Линейное Уравнение С правой Частью Сначала Решаете Уравнение Без Правой Части Свободное Значит Сначала Решается Уравнение Т ДФ По ДТ Минус Ф Равняется Нулю Откуда Мы имеем Сразу Что ДФ На Ф Равняется ДТ На Т Или Ф Равняется Какая-то Логарифм Ф Равняется Логарифм Т Плюс Логарифм Некоторой Константы Б Запишем Ее В таком Виде Ну или Отсюда Мы имеем Ф Равняется Б Умножить На Т Б Умножить На Т Ну а дальше Методом Вариации Постоянных Мы считаем Что Б Есть Функция Температуры И Находим Уравнение Для Б Уже Справа Частью Уравнения Решаем Тогда Смотрим Что Ф Равняется Во-первых Б И Плюс Б Штрих Умножить На Т Подставляем Уже Вот в Это Уравнение Ну и Тогда Получаем Здесь Стоит Т На Б Плюс Т Квадрат На Б Штрих Это Т На Д Ф По Д Т Минус Ф Которая Есть Снова Б На Т И Это Равно Минус ЦВ На Т Ну Б На Т Благополучно Сокращается И у вас Получается Уравнение Следующее Что Б Штрих Равняется Минус ЦВ Умножить Делить на Т ЦВ Делить на Т Ну откуда Видно Что у вас Б Есть Минус ЦВ На Логарифм Т Ну делить На некоторое Т Ноль Константа И тогда Общий вид Вашего Уравнения Получается Следующий Что свободная Энергия Зависит Логарифмически Это есть Минус ЦВ Умножить На Т На Логарифм Т Поделить На Т Ноль Ну я Напишу Еще сюда Что Что это Равно F Равно F Ноль Некоторое Добавлю Но с точностью Вот такой Константы Вы Свободную Энергию В этом Для идеального Газа Нашли То есть Свободная Энергия Как функция Температуры Видите Она зависит Логарифмически Совсем Непростая Зависимость Т Логарифм Т Совсем Непростая Зависимость Возникла Да Потому что У нас Энергия Не зависит От объема Объем Тут будет Входить Еще Да Вы правы Вот здесь Надо еще Некоторую F0 Которую Есть функция Объема Добавить Эта функция Не определяется Здесь Ее можно Определить Только Когда мы Будем Переходить К статистике Ну и Собственно У нас Как раз Уже Время Подходит К тому Чтобы Переходить К статистике И поэтому Давайте Я скажу Несколько Слов О том Что такое Статистический Подход И что Такой Статистический Ансамбль С которым Мы будем Работать Хотя У нас Уже На это Мало Времени Поэтому Давайте Я просто Еще Еще один Пример Преобразование Лежандра Давайте Рассмотрим И тогда Уже Следующей Лекции Начнем Статистический Подход Рассматривать Значит Смотрите Мы здесь Получили Энергию Как Функцию С и В Дальше Мы нашли Свободную Энергию Как Функцию Т и В Ну а А давайте Мы Еще Построим Еще Один Термодинамический Потенциал Вот эти Величины Общее Название Это Термодинамические Потенциалы Потенциалы Потому что Они по аналогии Значит Вот видите С С Механикой Что Механическая Работа Есть Изменение Потенциала Поэтому Они все Называются Потенциалами Термодинамическими Исторически Так Названо Было Давайте Найдем Потенциал Который Есть Функция От Энтропии И давления От Энтропии И давления Ну и Опять же Будем Исходить Вот из Этого Выражения Вот из Этого Выражения Здесь У нас Есть Независимые Перемены Энтропия И объем Мы должны Перейти К объему Как функции Давления И энтропии И давление Как независимые Переменные Ну поступаем Аналогично Пишем Что это равно Т На Д С Это остается А здесь я напишу Минус Д От П В Плюс В На ДП В На ДП Ну и опять Если у вас это Полный дифференциал Д Я его Переношу сюда И объединяю И ввожу функцию H Которая есть Е Плюс ПВ И для H получаем Соответственно Уравнение Что Д H Есть Т ДС Плюс В ДП ВДП Плюс ВДП Ну вот Что мы имеем Мы получили Вот такую функцию Эта функция H Носит название Энтальпии Энтальпия Ну с ее помощью Мы также можем Вычислить Теплоемкость Легко при постоянном давлении Потому что Если давление Постоянно То ДП Равно Нулю И тогда ТДС Есть просто ДН При постоянном давлении Ну и тогда Величина ЦП Которая Есть Т ДС По ДТ При постоянном давлении П Есть просто ДН По ДТ При постоянном Соответственно Давлении Ну и тогда Здесь Как раз Вот эта температура Теперь будет Функцией Энтропии Давления И Здесь тоже У вас Будет Объем Как функция Температуры И давления Ой Энтропии И давления Я прошу прощения Энтропии И давления Энтропии И давления Значит Вот есть еще Такой потенциал Кроме того Ну Мы не все Пары Перебрали Теперь еще Осталось нам Взять Следующее Мы можем Осталось еще Пара переменных Которая Температура И давление Значит Вместо вот этой функции Мы возьмем функции Которые с температурой И давлением Независимые Переменные Но к ней Можно перейти Просто Из свободной энергии Если мы возьмем Свободную энергию ДФ Равняется Минус С ДТ Минус П ДВ И сделаем Преобразование Лежандра Запишем Что это есть Минус С ДТ Минус Д От ПВ Плюс В На ДП То перенося Вот это ПВ Объединяя с Ф Мы получим Новую функцию Ж Которая есть Ф Минус Плюс ПВ Это Носит Название Термодинамический Потенциал Гипса Термодинамический Потенциал Гипса Ну и Его Дифференциал Есть очевидно ДЖ Равняется Минус С ДТ Плюс В На ДП И здесь Энтропия Есть функция Температуры И давления И здесь Объем Уже тоже есть Функция Температуры И давления Ну вот это Такие простейшие Термодинамические Потенциалы Есть еще один Потенциал Ну О нем мы поговорим Тогда Когда будем Рассматривать Систему У которых Меняется Число частиц Может меняться Число частиц Ну на этом Мы сегодня Наверное Закончим